Всем большой шалом из Крыма! Всех приветствую, Божий народ! В этом видео коротком поделюсь одним свежим словом, откровением, которое я получил. И я верю это для тела, оно послужит телу Христа, особенно в бытовых насущных вопросах. Итак, частенько происходит такое, что мы что-то просим у Бога. У нас есть определенные нужды, и мы просим Бога восполнить эту нужду или нужды, и Бог не восполняет их. Я думаю, у всех вас было что-то подобное, если вы не первый год верующий человек, что есть что-то вы просите, и Бог дает, но есть нужды, которые не восполняются. Долгое время, может быть, годы уже прошли, и вы, может, даже и молиться бросили уже об этом и просить. Просто вот какая-то нужда или несколько нужд просто не восполняются сверхъестественно. Вы и молились, и постились, и просили других молиться, и ноль. У других же людей похожие нужды восполняются легко, буквально там раз-два человек помолился, и ответ приходит. Почему так? Почему Бог не восполняет ваши нужды? Вот об этом это видео. Мы люди недальновидные. Мы можем видеть совсем немножко перед собой, я имею в виду, взглянув в будущее, как говорил один политик, в завтрашний день. Взглянув вот в завтрашний день, мы можем видеть на примерно, что будет, но это все очень гадательно, и мы понятия не имеем, что точно будет с нами завтра, через месяц, через год, через 10 лет. Но Бог знает это совершенно. И наша жизнь, это не какая-то программа, прописанная компьютером, и мы просто ее проживаем, и ничего не можем изменить. Нет, у нас есть воля, и мы во многом определяем линию курс своей жизни, линию судьбы своей. Хотя Бог для нас приготовил что-то, но мы можем в это войти, а можем не войти. Это факт. И от наших каких-то решений, от каких-то событий в жизни иногда зависит, как будет развиваться наша жизнь дальше. Поэтому любое событие в жизни, любое происшествие, оно запускает цепочку других событий. И если бы мы видели заранее, к чему приведет вот это маленькое событие, которое происходит вот в моменте, через какое-то количество лет, мы бы, скорее всего, не совершили его. Нам иногда кажется, вот я сейчас что-то получу, или что-то совершу, или что-то произойдет, и все, эта нужда закрылась, и я живу дальше. Но это не так, все, что происходит в нашей жизни, вызывают последствия, круги на воде, цепочку событий, которые в дальнейшем влияют на всю нашу жизнь. Так вот, вернувшись к нуждам, почему Бог не восполняет все наши нужды? Ведь написано, что Бог восполнит всякую нужду вашу. Но мы смотрим, и есть нужды, которые не восполнены, и мы уже и молились, и я повторюсь, как и постились, и другие молились, но нет. Ответ прост. Бог знает, в чем мы нуждаемся лучше нас. Он знает, к чему приведет любое событие, происходящее в нашей жизни, в долгосрочной перспективе. Поэтому я верю, что у рожденных свыше, детей Божьих, все нужды восполнены. Если же нужды есть, которые не восполнены, значит, мы в этом не нуждаемся. Это нам на самом деле не нужно, и получим мы это от Бога. Это принесет в нашу жизнь плохие последствия в долгосрочной перспективе. Кто-то молится о своем жилье, хочется иметь свою квартиру, дом, и Бог вам не дает это годами. Значит, так надо. Значит, получив вы сейчас свое личное имущество, что-то бы в вашей жизни изменилось настолько, что это бы испортило ваше хождение в воле Божьей, испортило количество плодов, которые вы можете принести. Иногда это так. Иногда не быть опримененным своим имуществом, жильем, это дорогого стоит. Это позволяет вам сохранять это чувство странника и пришельца, и легкости такой вхождения по этой жизни. Кто-то просит автомобиль, и Бог не дает вам автомобиль уже годы. И, возможно, это для вашего же блага. Вы этого не имеете. Потому что получив автомобиль... Знаете, однажды я катался на горном велосипеде очень долго, и однажды я попал в большие проблемы из этого велосипеда. И я помню, я думал про себя, вот зная наперед, я бы, наверное, и никогда бы не купил себе велосипед. Поэтому, возможно, вы просите автомобиль, а вам он не нужен, потому что это может принести в вашу жизнь такие трагедии, которых лучше избежать и ходить пешочком. Кто-то просит жену, мужа, и не дает вам, Господь, уже годы, я знаю таких людей, спутника жизни. Возможно, вы не нуждаетесь в нем. Вам кажется, что вы нуждаетесь, но Бог восполняет реально то, в чем мы нуждаемся. То есть, если реально я нуждаюсь в автомобиле, у меня он есть. Если реально я нуждаюсь в своем жилье, оно у меня есть. Если я нуждаюсь в спутнике жизни, он у меня есть. Но если я честен перед Богом, и, Господь, я хочу исполнить твою волю совершенную и принести много плодов, я отрекаюсь от своего, делай, что ты хочешь, да будет воля твоя, Господь. Если я так молюсь, то я доверяю, что есть нужды, которым никогда не суждено быть восполненными для того, чтобы я мог исполнить совершенную Божью волю. И если то, что я выпрашиваю у Бога, придет, это может закончиться для меня, как закончились перепелы для Израиля. Поэтому я верю, что все наши нужды Бог восполняет. То, в чем мы реально нуждаемся. А то, что нам не нужно, но нам кажется, что мы нуждаемся. Нам кажется, нам нужно это. Это может принести в нашу жизнь плохие последствия. Получи мы это, выпроси мы это. Да, мы можем все-таки выпросить у Бога, дать нам то, что Он не хочет давать. Но если мы смотрим по Писанию, когда такое происходило, это происходило неоднократно в Библии, это заканчивалось всегда плохо для того, кто получал. Вот поэтому благодарите Бога за то, что у вас есть. Если какие-то нужды не восполняются, помолитесь сейчас уже вот с этим знанием, которое вы сейчас получили. И честно, вот честно перед Богом придите и скажите, Господь, может мне это не надо, а я прошу Тебя. Может действительно мне хорошо оставаться одному. Может действительно моя судьба жить на съемном жилье всю свою жизнь и не прилепиться ни к одному конкретному месту жительства. Может действительно воля Твоя, чтобы я больше ходил пешком или ездил на общественном транспорте, а не гонял на своей машине. И может быть я целее буду или близкие мои будут целее, если у меня не будет автомобиля. Я же не знаю, к чему это приведет, а Бог знает все про нас. Все от и до. Я удивлен, что Господь доверил мне мотоцикл. У меня много лет не было мотоцикла, и я хотел его с детства. Я с детства мечтал на мотоцикле, вот у меня здесь, видите, есть даже игрушка. Но не было. Я никогда в жизни не сидел на мотоцикле и не катался. И я не могу сказать, что я очень просил у Бога, но мне этого очень хотелось. Но мой темперамент, он опасен для мотоцикла. То есть есть люди, когда я покупал мотоцикл, один из первых вопросов хозяину мотоцикла у меня был, сколько можно выжать максимально на нем. Хозяин на меня посмотрел мотоцикл и говорит, а я даже не пробовал. И я подумал, как это можно иметь мотоцикл и не узнать, сколько он максимально может ехать в скорость. И когда я купил мотоцикл и все, забрал его, это первое, что я поехал делать. Я поехал проверять, сколько он может максимально ехать. Поэтому мы разного темперамента. И Бог дал мне иметь мотоцикл тогда, когда у меня уже двое детей было. И в моей голове что-то поменялось. Потому что когда у меня не было детей, был велосипед, я уже говорил, я получил много проблем в теле и вообще много таких ситуаций, которые, наверное, хорошо было бы избежать. Из-за темперамента, из-за того, что тяжело было просто спокойненько ездить. Но мотоцикл пришел, когда уже немножко поменялись мозги, поменялся я. И я на нем езжу, конечно, быстро, но уже адекватно и, слава Богу, за пять лет у меня не было ни падений, ни аварий. Поэтому в свое время, если вам надо, то, что вы просите, придет. Но если вы долгое время что-то просите, 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 а оно не восполняется, эта нужда, то вполне вероятно, что вам просто это не надо. Вы просто в этом не нуждаетесь. Поэтому отпустите это, доверьте Богу эту ситуацию и ищите того, что действительно вам нужно. И я верю, что Господь руководит нашей жизнью и намного лучше, чем мы бы сами руководили ею. Получим мы все, что когда-либо нам хотелось в жизни, то, возможно, мы бы уже и живы не были. Поэтому не умрем, но будем жить и возвещать о великих делах Господних. Всем вам мир, шалом Божий и до встречи в эфире.